Дорога тишины. Какие ассоциации у тебя возникают? Может быть, это маршрут, который необходимо пройти в полном одиночестве? Или путь, который полегает по живописным местам Беларуси? Привет! Меня зовут Александр Мех, и я веду не только этот канал на YouTube, но и подкаст о ходьбе. Давай разбираться вместе с гостем подкаста, Сергеем Юшкевичем, о том, каким получился протяжённый эко-маршрут в Беларуси. Как известно, подкаст предполагает аудиоформат, поэтому я использовал к этому ролику фото любителей скиновской ходьбы, которые уже прошли по данному маршруту, и чуть помогут тебе погрузиться в атмосферу Дороги Тишины. Приветствую, Сергей! Добрый день! Жил Сергей, не сиделось на месте, он решил сделать Дорогу Тишины. В целом, как всё начиналось и что послужило вдохновением для того, чтобы этот путь, эта дорога была обозначена? Ну, вообще, не просто так всё произошло, как ты говоришь, жил-был Сергей. На самом деле, я занимаюсь экологическим образованием и воспитанием, и мы очень часто организовываем экологические тропы. То есть это небольшие такие от одного километра до нескольких километров маршруты, где устанавливаем информационные стенды. Это мы делаем для того, чтобы у людей была возможность самим образовываться, узнавать что-то новое про экологию, про окружающий мир, про природу. Часто работаем с детьми. И на самом деле, помимо экологических троп, хотелось что-то сделать такое не маленькое, а более протяжённое, то есть более протяжённый маршрут. И на самом деле, Дорога Тишины – это была такая мечта небольшая, потому что мы знаем, что есть в Европе различные пешеходные маршруты, именно пешеходные. И мы знаем, что есть такой Сантьяго де Кампостелла, путь святого Иакова. И знание об этом, опыт других людей, которые ходили по этому пути, он на самом деле тоже был таким вдохновением, одним из моментов. Также есть такой фильм, называется «Дикая», и там девушка идёт на протяжении нескольких месяцев по пешеходному маршруту. И вот несколько таких, казалось бы, простых моментов. Вот этот фильм, то, как это организовано в Европе, послужило таким вдохновением для того, чтобы сделать что-то похожее у нас в Беларуси. Конечно, не в таком масштабе, то есть не 800 километров, не тысячу километров, как это сделано там, а небольшой промежуток какого-то красивого места, где можно идти именно пешком. И поэтому мы позиционировали изначально, что это маршрут не автомобильный, не велосипедный, хотя как бы можно и на велосипеде его проехать, а именно пешеходный. Ну и всё, что мы делали на этом маршруте, и какие-то указатели, информационные стенды, они делались для того, чтобы человек, когда идёт, мог сделать привал, остановиться, посмотреть, послушать и так далее. Ну вот в двух словах, наверное, вот это послужило таким вдохновением. А ты сам проходил по какому-то из путей или больше наслышан, впечатлён, скажем так, из книг, из фильмов? Ну, по какому-то пути в Европе я сам не проходил. То есть это были просто такие походы в Карпатах больше. Но вот такой путь, как путь Святого Иакова или где-то ещё, у меня, к сожалению, не было возможности. Ну, кстати, это, может быть, кто знает, может быть, я его бы где-то прошёл, и потом в Беларуси не захотел бы делать такой. Ну да, да, я, кстати, хотел подчеркнуть, что... С другой стороны, может, это и к лучшему. И если не ходил, то почему бы не создать для себя самого, да? Ну, в каком-то смысле да, потому что по этому маршруту я тоже ходил по-своему, можно так сказать, да, и я доволен, остался доволен. А сколько раз тебе удалось уже пройти? Я ходил по южной тропе, то есть это 40 километров. Ну, просто один раз я так взял и прошёл. Просто все остальные разы для того, чтобы его организовать, я был там или на велосипеде, или подъезжал где-то на машине. Уже, ну, не знаю, сбился несколько десятков раз, конечно. Собираешься путешествовать по Беларуси? Переходи в описание к видео, там я оставлю ссылку на 98-й выпуск подкаста. И в комментарии ты можешь задать интересующиеся вопросы. Я постараюсь на них ответить. Здоровых ходы на долгие годы! Продолжение следует...